Что же, доброго времени суток всем еще раз. Добро пожаловать к нам на Олимпийский. Вторая карта, D-Cash. Спасибо нашим аналитикам в первую очередь, они уже все рассказали. Но комментировать для вас по-прежнему будут Тафа и Ленин. Ну что, поехали, друзья. Вот ожидаем ответа какого-то от SK Gaming. Мы ожидали от них бодрой игры на Мираже, но мы ее не увидели. Что сейчас будет на карте Cash? Мне кажется, могут возникнуть серьезные проблемы, если Simple будет вот так вот и дальше попадать. Ну, я думаю, что вся команда Worst Players на карте D-Cash должна показывать себя только лучше. Хотя, казалось бы, лучше Миража куда уже. Ведь 16-8 был счет на первой карте, но давайте смотреть пистолетный раунд. SK Gaming будут играть в защите, Worst Players атакуют. И что же предпринимают эти бравые украинцы? Пока не спешат, ждут поджимы со всех направлений, между прочим, с двойной подсадкой в мид. Ну что же, удачи всем нам, друзья, в просмотре этой игры. Пошел выход с подсадочки, принимают уже одного. Посмотрим, как дальше справится или нет. Фикс, здесь фриз вовремя успел отойти, но и уже в меньшинстве будут разыгрывать этот сплит на B. Игроки Worst Players, это пытается контролировать фриз, абсолютно всю информацию дает своим тиммейтам. Уже второй на точке, третий хелпующий. Но, правда, здесь могут блоки продавить. Хорошая флешка из девятки, и хелпа должна сработать. Правда, фикс убивает. Ну да, первый антрифраг, как ни странно, был сделан, и при этом Асилиану не дают возможности сделать хоть какой-нибудь минус, всего лишь одного игрока теряя. Трое красных. Симпл просто пошел, зная, что нужно спасать ситуацию, и просто разваливает кабины. Что произошло? Как так? Уже второй раз мы наблюдаем, как с Юспов у датчан не летит. Ну, мимо голов, все в туловище, красные игроки, а сделать с этим ничего датчане не могут, потому что с Юспов, друзья, нужно стрелять в голову. Ну и хорошая, грамотная пистолетка, подождали поджимы, на тебе вышли. Казалось бы, супер начало. Первый минус дает фриз, все, есть большинство. Дальше он из дымов, все это дело там успел проконтролировать и дать информацию, что это сплит B разыгрывается. Его тиммейт уже был вторым на точке, и он был третьим там хелпующим из девятки. Дал классную флэш, но не дал минус из девяти, ну и вы видели, как все произошло. Все ворстплеерс остались, буквально говоря, красными, но, тем не менее, с минусами. Ну, это вне всяких сомнений. Ошибочный раунд от SK Gaming. Ворстплеерс просто сделали, ну, скажем так, играли, исходя из ситуации. Что ж, диглы, 5-7 и арморы в SK, и, кстати, вот они уже чуть ли не втроем на Апленте, куда уже вот-вот начнется атака от ворстплеерс. Строя мейн, даже четверо, и дверь. Хотя четвертый может быть на подсадке, вот я не вижу. Ну, здесь, наверное, стоит отметить, что Фрис и товарищ Пимп все же не тратят все деньги, которые у них там были. Давайте смотреть за Пимпом. В первую очередь, нет, не получается сыграть с погрузчика. Более того, его простреливают сквозь смок, правда, не слишком сильно. Арч уже занимает погрузчик. И entry frag за фиксом. Ну, не спешит атака, очень четко, понимая всю суть контра-страйка, что там нету лишних гранатов, что там форст, что можно постоять здесь по принимателям игроков, которые за пунтом и за третьим мансуют, и погрузчикам. И, в принципе, очень спокойно разобрались с четырьмя соперниками. Видели только что, как убегал Асилион. Есть эта информация. Ну, и в данном случае, конечно, нужно загонять девайс. Как раз это тот самый случай, когда его нужно загонять, потому что бывают случаи. Ну, дальше СК вряд ли от этого девайса засейвленного будут делать форст. Дальше Датчан ожидает эко, поэтому засейвленный Галилл это как бы неприятно, но если этот Галилл сейчас троих отстрелит, будет еще неприятнее. А вот если бы был счет 3-0, то можно бы этот Галилл отпустить, потому что там уже за три раунда было бы 2 с чем-то, 2 600, по-моему. Вот этот Галилл очень бы напрашивался в форс, и это иногда бы пошло на руку атаки, которая бы просто переворачивала бы эти девайсы. Ну, вот редко от одного девайса все же такие команды, как СК Гейминг, такие, то есть тайтовые, закупаются. Это болгары любят, как нам говорил Амиран. Как раз против болгаров и не загоняли их, потому что они там чуть ли не 10 раундов подряд и за счет этого форсились. Может быть, какие-то Фнатик в онлайн-матчах даже, можно сказать, но не СК. Ладно, сейчас у них полный экономический, посмотрим, как покажет себя Галилл Фармган. Как ни странно, у ворс-плеерс на руках только один, ну и игра через подсадку. Молотов под этой подсадкой, и за счет этого ворс-плеерс не спешат. Асилиан уже пошел в поджи вместе с тиммейтом, это может стать плохой новостью для украинцев. Ну, посмотрим, там вроде бы как раз игрок с плентом немножечко посматривал на эти поджимы. Правда, подсадка уже сработала, и сама подсадка также смотрит на все вот эти вот моменты. Забирается Мэджик с боем Галилл, но, правда, уже пошел выход, и сплит на Б разыгрывается. Два игрока в пленте тоже могут сработать, правда, это два пистолета, поэтому, ну, по идее, все спокойно. Ну, здесь без вариантов, мы видим Краша даже с гранатой в руках подловить не могут по каналу Кейнфа. Есть все же одинокий минус от Пимпа, но на этом удача игроков, защищающих Б-точку, заканчивается. Ласт фраг от Арча. Слушай, сколько сидел-то на этой подсадке, команда уже в Б вышла. Он сидел и ждал мид, понимая, что из вентилей соперник сыграть может. Ну, так и получилось, 3-0. Ну, он и мидл контролил, если что бы, там, через коннектор подключился бы к этой атаке. В общем, нормальная позиция. Ну, вот вопрос, как на оружии будет действовать команда Worst Players, потому что подсадки на первых таймингах иногда приводят к очень жестким последствиям. Ну, если защита там не спит, и четко принимает мидл, и как раз обращает внимание на подсадку. Все на Б, один палец, создает впечатление обычного одного игрока, но на самом-то деле здесь... Ну, да, мол, мы играем по дефолту, мы контролируем точки, сейчас вот тут дугу, но дугу занимают пятером. Посмотри, на точке Б находится всего лишь один игрок Моди с Фамосом. Конечно же, больше одного кила сделать ему не дают, и даже два, даже два, однако. Несмотря на все трудности делает Моди, краш разменивает номинчинство за Worst Players. Бомба будет установлена, и вот интересно понаблюдать за выбиванием в большинстве от датчан. Да, они все-таки в позициях, хоть и на одного игрока меньше у Worst Players, но бомба стоит, и на стволы выходят их соперники. Поэтому можно и разыграть. Один Heaven, то есть девять, хотя нет, спустился вниз. Трое СКТ будут вылетать в плент, видимо, а Фриз будет их прикрывать. Чудовищная флешка, краш, каналку нет, не забирает Симпл, все же разменивается, однако тут же два минуса от Фриса и от Пимпа, бомба дефьюзится, и потеряв всего лишь одного игрока, СК Гейминг при ситуации 4 в 3 выбили установленную бомбу. Хороший ретейк. Всего потеряли двоих, в общем-то по экономике в принципе неплохо, но если следующий раунд проиграют, то снова просядут, и нужно будет там играть то ли два эко, то ли одно. Сейчас посмотрим, там кое-что будет зависеть от минусов, но очень интересно, как сыграют Worst Players. Ну что же, да, действительно, в начале жестокое внимание уделяется мидлу команды СК Гейминг, вот уже второй оружейный подряд, будем, конечно же, за этим следить, и какая реакция будет со стороны Worst Players. Ну пока они, в принципе, про это особо там много не знают. Ну да, ВСК Гейминг втроем, при этом в близких позициях, конечно. Понимают они примерно, как действует их соперник. Ну что ж, смотрим, Смоук должен рассеиваться на воротах с минуты на минуту, краш, конечно же, ждет этого. Ну и вот те самые, ну не самые поздние тайминги, но в принципе... Нет, еще минута есть. Нет, ну я имею в виду, там вот хорошо, там знаешь, поздно уже там где-то раскидать под Б, под А, и после этого делать подсадку, и втроем там делать ретейк этого самого мидла. Ай-яй-яй-яй, контрподсадка есть, ты посмотри. И сейчас будет встреча на Эльбе, леди джентльмена, и эта перестрелка выигрывается Пимпом, который хоронит сразу троих игроков третьего под гребенку, забирает на нуле и просто уходит. Это развал, ну и раунд этот, конечно же, ворстплеерсом взять будет практически невозможно, хотя фиксы пытаются. Ну, действительно, как-то проспали ворстплеерс, все-таки они должны не забывать, что все-таки здесь будут кушать, здесь будут напрягать, здесь будут делать такие вещи, и, откровенно говоря, как-то небрежно сыграли парни. Ну, видимо, там флешка должна была буквально через секунду вылетать навесом. Все еще разыгрывают они этот раунд, но неужели не понимают, что точка Б свободна, могли бы поставить бомбу, но делают что-то абсолютно непостижимое, и из-за этого они проигрывают, ну, легкий достаточно, ну, не то, что прям легкий, ситуация-то 2 в 3, но могли бы разыграть и получше, скажем откровенно. Я, если честно, думал, что они вообще какую-то жесть там планируют, там один должен был попалиться, второй уйти там через вентиль на Б, ну, нет-нет-нет, просто пробовали подсадить одного вентиль поставить, но как-то там на подсадке долго прыгали. Они, наверное, не ожидали, что в Мидле просто будет хоть кто-то, они ожидали игроков там в спине или на точке Б, они же не знали, свободен он или нет. Вот он повтор от Пимпа, кстати, ну, максимально сконцентрирован он, конечно, сыграл. Ладно, там 2 минусы на подсадке. Ладно, симпла только подсадили. Арч там сидел-сидел полраунда с ножом, ну, и был наказан за это. Была бы какая-то пушка-пистолет, хоть бы что-то в ответ мог бы накинуть и стрельнуть. Ну что же, на последние деньги закупаются ворс-плеерсы. 3-2, счет на второй карте. Напоминаю, первую забрали ворс-плеерсы. Это была карта до Мираж для тех, кто недавно к нам подключился. Первый день SLTV iLeague Invitational, друзья. Ну и пока что медленный, спокойный. Хотя подождем, раунд разыгрывают ворс-плеерсы, но двое уже под мейном. Ну вот интересно, что ворс-плеерсы по-прежнему полноценный, очень хороший бай. Мэджик с боя подсаживают, опять же, дефолтно, но могут не прочекать. Просто банально забыть об этой точке. Смоук. Запирается коннектор. Ну и понятно, что теперь выхода на не избежать. Ну вот после этого дыма, вот действительно, можно как раз ожидать только двери и только главки. Флешка. Прочекал. Отлично, краш дает минус. Хорошая флешка. Филин вырубает за тройкой. Ну и все, остается с клпы на машине игрок. В принципе, выход замечательный. 5-3, 1-бит. И бомба сейчас будет установлена. Да, при этом с пикапа имел возможность датчанин забрать краш. Оставил там 8 хп, но краш даже не стреляясь. Взял в руки нож и ушел. Красным он ушел. Оставшиеся игроки SK Gaming, понятное дело, будут сейвить. У них денег немного. Много и ситуация близкая к безнадежной. Ну и четвертый. Wars Players выигрывают. Вполне неплохо. Они не дают SK Gaming выйти там на временную ничью или набрать даже небольшое преимущество по раундам. Они всегда играют роль такой вот. Команда, задающая темп на этой второй карте. Ну хорошо, что получается вот брать эти ключевые экономические раунды для себя. И оставаться, как говорится, на коне с оружием. Ну и потихонечку постоянно выбивают экономику и девайсы из своих соперников. В этом раунде команда Wars Players сделает, наверное, все правильно. Сейчас им нужно думать о своей экономике, а не о том, как выбить девайсы и заставить играть Force либо эко соперников. Вот не тот случай, к сожалению. Лучше как раз оставить что-то в своих руках. Ну и, конечно же, очередной оружейный раунд сейчас будет. Какие-то дропы должны дать датчане. Ну и, опять же, очень интересно, что придумает на этот раз Simple, Джонта и их команда. Давайте смотреть за этим. Не менее любопытным выглядит экономическое положение у СК. Ну, мы видим, что игроки, которые остались мертвы, это, скорее всего, Magic's Boy и Freeze, играют с Famous и Tractor. Ну что же, очередной раунд три в медле. Ничего особо не меняется в защитной расстановке СК Gaming. Один под B, один под Аплентом. Ну и пока эта схема местами приносит свои плоды. Вот интересно, Джонта как раз и команда поймут ли про это, будут ли делать что-то с медлом, как-то его отжимать. Ну, вот сейчас увидим. А зачем? Пока в этом не испытывают, скажем так, нужды команды Worst Players. Ведь они просто вываливаются на точку и опять-таки делают минус краш. Ну, не вовремя он отвернулся. Magic's его разменял, но Арч в спине забирает самого Magic's Boy. При этом Филин играет непредсказуемой позиции. Красным оставляет одного и дает таки Prefire. На выпад второго. Браво! Блестяще играет Филин. Simple дает Last Frack. Пятый раунд. Это просто фантастика. Эко ожидает Датчан. Вот снова нужный великолепный раунд берет команда Worst Players. И вот нащупали они это самое слабое место. А зачем вообще отжимать тот самый middle, когда там на точке один игрок? И просто великолепным образом действуют парни. Вот этот дым на коннектор. Ну, в принципе, конечно, он палит весь этот выход и всю тактику. Ну, дальше, возможно, Worst Players как раз за счет этого дыма, может быть, как-то и будут парить мозг своим соперникам. Ну, когда уже все посмотрят эти моменты. Хотя тут тоже ничего такого не происходит. Но слишком часто повторяются. Нужно фейкануть под этот дым, на B выйти. Чтобы кто-то А раскидал. Да, дым в коннектор и выйти на B. Я думаю, что просто свои следующие девайсы на SK будут отыгрывать консервативнее. То есть они будут меньше внимания уделять мидлу, оставив там, ну, например, WP или кого-нибудь близкое. И как-то рассредоточатся по точкам А, потому что и в B, и в A заходить в целом в Worst Players получается. Ну, на A, как мы видим, немножко лучше. То есть все равно они где-то будут поджимать. Если они не будут поджимать в мидле, то это, возможно, main, up, and A. Возможно, с B мы увидим какие-то поджимы. Но об этом будем говорить в следующих раундах. Сейчас, на самом-то деле, на некую засаду будут выходить Worst Players. Но, тем не менее, с энтрикелом на двери выходит Филин. Точнее, вот только сейчас подошел к двери. Там раньше был игрок защиты. Фикс минус два. Ну, снова без шансов. Тут хотелось бы еще отметить очень грамотные флешки от Worst Players. Ты заметил, что дважды? Флешки. Флешки. Флешки царские. Да. Сначала верх за контрили не дали сыграть. Потом погрузчик за флешили тоже сыграть типу не дали. Ну, игроку, конечно же. Ну, и мы видим пимп один. Ждет Филина. А Филин с четырьмя хп идет. Идет, идет, еще и забирает пимпа. Ну, ты подумай. Красавчик Филин. Вот действительно, сколько там? Минус 36 было у этого парня. Он где-то выпадал в матче против Virtus.pro. Ну, это в сумме за две карты. Но вот уже дальше против команды SK Gaming парень просто проснулся и начал показывать нам очень хорошую игру. И на Мираже великолепно просто с пистолетного раунда вырубал своих соперников. Да и сейчас вот по фрагам он лидер, у него 8. Опять же, не было, наверное, какой-то вот веры в себя, да, самоуверенности. Сейчас она появилась после первой карты, да, вроде с SK все хорошо, можно и играть, Филин. Да, Virtus.pro напрягли, третья карта 16-13. Да, Virtus.pro, конечно же. То есть здесь индивидуально начинают включаться worst players и как команда тоже. Это безумно радует. Ну, ладно, полноценный бай, как мы видим, да. Укрепление на точку от SK Gaming. В B оставляет только одного. И опять Филин просто вешает хедшот моди. Оборона точки B прорвана. SK уже можно задумываться о сейве. Вот, может быть, все как раз вот этой уверенности и не было вот у отдельных игроков команды worst players. Вот я говорю, с каждым матчем они будут все сильнее и в командном плане, и в индивидуальном. Особенно вот если еще обыграют SK на лане, то это вообще... Ну, главное, чтобы опять звезд там не понадевали на себя слишком много, и все будет хорошо. Генеральских. Генеральских, да. Ну, ты видишь, SK настолько подавлено, что при ситуации 3 в 5 они все еще хотят выбивать, хотя денег-то больше в следующем раунде не станет. Но позиции абсолютно не те. Да, один уже ушел сейвить, второй в девятке просто, ну, бищет какой-то одинокий килл. Magic's Boy в медле все же находит Филина. Ну, и в очередной раз, конечно, я хочу сказать спасибо StarLadder за то, что пригласили силу вот такой молодой коллектив, который может себя проявить. Вот и болгары открывались на StarLadder'ах, и очень много команд именно на StarLadder'е в первый раз показывали свою игру, и после этого начинали тащить и попадать в мировой топ. Да, тем более после такой неубедительной, скажем так, после неубедительного начала в онлайне от Worst Players, они два матча 2-0 проиграли, там взяв буквально пару раундов, в сумме, наверное, десятка хорошо, если наберется. Сейчас на лане показывают хороший результат. Напомним, что с вами мы наблюдаем матч на вылет. Проигравшая эта Best of 3 команда покидает сезон этого турнира навсегда. При этом первую карту Worst Players уже выиграли, это был пик их соперника. У нас чистый дабл на 8 команд на 4 дня, все BO3, в общем-то, все замечательно. Но пока что мы наблюдаем, в принципе, обычный кэш, атака выигрывает. Опять же, напомним, на последней мейджере MLG это самая лучшая карта атаки, 56 или 58 процентов раундов выигранных за эту сторону. Это лучший показатель. Ну и опять же, сейчас играет команда такого высокого уровня, и в принципе, хорошая атака должна быть и у тех, и у тех. Ну вот неудачная игра скрипа, если честно, фиксу просто удается откинуть хороший молотов. Но в целом один игрок Worst Players отдался, не сделав ни одного минуса. Размен от фикса, я думаю, тоже не был очень полезным. Все же ситуацию 4 в 5, наверное, разыгрывать легче, чем 3 в 4. Но да ладно, Worst Players продолжают пытаться выйти на А. Да, еще в начале, конечно, отдались два игрока, пошли на контакт. Это вот не была какая-то идея. Ну, просто не получилось по стрельбе. Но теперь уже втроем попытаются исправить ситуацию. 2 плюс 2 стоит защита. И посмотрите, второй игрок с машины может сместиться еще, возможно, в мидл, либо он туда поглядывает. Но некому дернуть вот третьего игрока на план B. Нужно как раз здесь все три ствола. Молотов на дверь. Второй не видел, вышел или не вышел. Да, все нормально, они очень по таймингу. Молотов был откинут слишком, слишком поздно. Арч замечает. Пимпа забирает его моментально за погрузчиком. И опять СК в меньшинстве. И вот что ты с этим будешь делать? Тайм-аут нужен. Ничего у датчан не получается. Всего лишь два раунда. И то абсолютно морозных они выиграли. Филин на стройке должен был заметить. Моди, Моди, свап девайса, осилин, минус, покрашу, есть мейн, палец, а выпад от Моди, спрей, еще один минус. Филин один играет за тройкой, одного замечает, палец сам, действовать датчанам нужно быстро. Ну, Молотов под ногами, конечно, поставил точку в этом раунде. Хорошее выбивание от датчан, но на волосок они были, несмотря на два минуса в самом начале раунда. Но, тем не менее, хороший раунд у них получился. Но и с другой стороны, Wars Players, конечно, очень жестоко напрягают своих соперников. Есть у них экономика, Симпл покупает ВП. Ну, и посмотрим, смогут ли они в очередной раз выбить всю экономику из своих соперников. И в очередной раз оставить их играть экономический раунд, либо форса. Ну, и давайте смотреть за Симплом. Возможно, он сейчас по Рыспу пойдет на отстрел. Есть такая вероятность. Да, он идет. Ну, и вот тут же забирают смоком. Да, конечно, еще и Хаешка туда влетает. Да и снайпера на Мидле тоже не было. Вот мы видим, что фриз в защите на Мидле с ОП практически не играет. Он использует, ну, в основном под Б, да, мы видим, или там под А. Но в Миде близко играют как раз-таки реферы. Там очень тяжело, да, там с Белого еще как-то можно поиграть. Но против этого Мидла уже так научились там играть и прострелы, и гранаты, и дымы. И действительно... И опять контрпоцадка, посмотри, в этом самом Миде. Вот игроков, защищающих команды. В это самое время Wars Players предпринимают не слишком удачную попытку. Стоит бомба, но там как не законтролил... Нет, законтролил все-таки Филин, но уже ситуация 2 в 4. И тут, конечно, беда. Третий пришел с машины. А бомбу не видели? Чего Моди ушел на Б? Да он там и сидел, наверное. Это же его позиция. Так бомба-то тут упала. Ну вот, сейчас ее увидели. Видишь, Моди стягивается под Б. Просто все дело, это осторожно. Он стягивается по минусу от Филина. Да, Филин и Симпул опять тащат ситуацию 2 в 4. Вот что действительно важно. Моди открывается из коннектора. Симпул, однако, к этой позиции готов тем не менее. Великолепная стрельба. Моди спасает новый патт от Филина. И первая половина уходит в Worst Players. Отличная работа. Опять у датчан денег нет. Филин, 13 фрагов. Вот. Тот человек, которого просто разорвали в комментариях после матча на HLTV Work. Но, тем не менее, пожалуйста, он уже камбэчит. Ну, кстати, все-таки карта кэш. Украинская карта, можно так сказать. И в прямом и переносном смысле, на самом-то деле, этого слова. Во всех смыслах. Эко от датчан мы опять не видим таймаута. Но зато, скорее всего, увидим девятый раунд от Worst Players. Ну, понятно, что кэш это, наверное, даже в какой-то степени больше карта атаки. Ну что же, два красных уже со старту. И минус один у команды SK Gaming. Симпл дает отличный минус. Ну и, видимо, никаких проблем у них не будет и в этом экономическом раунде. Команды SK. Ну, хотя я далеко забегаю. Давайте посмотрим, что же сделает защита. Сейчас все стягиваются на Б-пленты. Либо в мидл пойдут игроки. А вот на самом деле. И сюда идет атака. Ну, даже если они укрепятся, то, я думаю, атаки все получится хорошо. Арморов нет. ХП у двоих тоже нет. Мы видим, один лоу-хиповый уже отлетает. Ну, забор второго. Вопрос времени, да, минус от Симпла. Ничего не получается сделать у моди. Ну, и вот делай это укрепление, не делая толку вот этого нет. Просто тараном снесли. Просто всех уничтожили. Никого не потеряли в очередной раз. Вот экономики точно хватит до конца первой половины. Замечательная атака. Вот теперь уже можно говорить. Уже девятый. Это действительно хороший показатель. Но, опять же, это еще не конец. И можно набрать гораздо больше. И не нужно останавливаться. Иначе все может быть печально во второй половине. Хотя, опять же, Саша Симпл в защите с Савиком. Я чего-то очень уверен сегодня в нем. Посмотрим, что будет завтра. Но сегодня я уверен. Да он и сам уверен более чем. Особенно после такого миража. Ты видишь, что они вытворяют и с Савиком, и без. Сейчас, кстати, ворстплеерс не боятся поджимами, да, и пытаются занять его сами. Это получается. В этом самом раунде СК Мидл оставляют с наименьшим вниманием. Только один игрок играет в зигзаге. Ну, теперь появляется возможность у Саши прочекать коннектор. Посмотреть, кто же там за третьим на Апленте. И это большая проблема, если честно, для игроков защита. Я вот не понимаю, почему нету все-таки сплита по этой инфе на точку А. Потому что именно вот на А он уже Симпл в коннекторе посмотрел. И, в принципе, можно было... Ну, так он же только один. Всех-то не спалили. Вот, посмотреть. Два игрока на Б действительно есть на моде. Что это было? Это фейк на Б. Бомба идет на Аплент. И там два игрока вот ожидают как раз своих соперников. Но здесь просто Фриз увидел бомбу и всех поломал за счет агрессии на мейне. Вот, вот лучшее место. Изначально перспективная позиция была полностью с тобой, соглашусь, у Фриза. При этом стоял он там весь раунд. Вообще до Талова, до последнего. Ну и Филин пытается что-то сделать. Разводит на выстрел Фриза. Но параллельно с этим Мэджикс Бой забирает Фикса. У Филина, понятно, шансов здесь нет. Хотя сражается как Лев. Да, как-то вообще пули сквозь него проходят. Ну, неужели... Ну, два хп оставил этому бедняге Фриза. У второго сколько там? 21. 32 секунды. И у Филина тот открывается. Ну, понятно, здесь СК ошибиться уже не имеют никакого права. Представляешь, разорвет. Это будет вообще просто жесть какая-то. Ты увидел игрока в планете. Идет дальше. Смотрит машину, смотрит коннектор. Не слишком, да, пошел разброс. Ну, минус сделал. Сам остался красным. Да, и, конечно, лохиповый Фрис его разменял. 9-4. Здесь, знаешь, что хотелось бы отметить? Что игроки, атакующие команды, играющие под Б, в принципе, могли обеспечить грамотный выход. Но вот это разделение, два под Б, бомба под А, тоже двумя игроками, оно как-то не слишком сработало. Нет, здесь, наверное, все-таки чуть-чуть рано вышли на главку. Вот надо было дать чуть-чуть больше времени игрокам на Б, и, ну, Фрис точно бы ушел с этой позиции. Вот именно Фрис зарешал то, что он так долго там оставался до самого конца. Это, конечно, был ключевой фактор, и, конечно, его минусы, минусы ключевые. Ну, что же, снова контрподсадка. Да в какой раз ее могут проспать игроки команды World's Players. А что, не ждут? Не ждут. Еще и Арча забирает Фрис. Это очередной андри по точке КА. Ну, мид, как мы видим, контролируется, и ноль тоже. Да, пин просто заходит в спину, забирает Симпла. Симпл думает, как это произошло. Краш, ну, ловит белку, и, понятно, хитшот тоже ловит он. В общем, пятый раунд для СК. Ворс Плеерс вот взяли 9, но потом как-то, ну, стали действовать откровенно неудачно. Мы видим, что все, что они делают, не работает. И при этом сколько уже раз СК делали контрподсадки, и опять, вот, как ты сказал, пропустили. Ну, с мидлом тут явно нужно поработать. Ворс Плеерс, а, в общем-то, на самом деле, очень хорошо играют. Да, тут просто СК подсобрались тоже, кое-что поменяли уже, там, и Фрисона мейн запускают, и любыми правдами-неправдами пытаются хоть какие-то раунды взять. Ну, и, конечно, хоть что-то должно было получаться в защите. 9-6, вообще нормальный счет, тем не менее, будет для Ворс Плеерс, но 10-5 будет поприятнее. Но теперь уже видим, все-таки не до конца хватило денег, я немножечко, хотя не до конца. Ну, просто, да, просто раздропали, я вот тоже подумал, что не просто будет. 5 Молотовых, нечто быстрое под Б наклевывается. Ворс Плеерс в это самое время Sky Gaming стоят там вдвоем. Раньше ни одного могли там поставить фикс, ну, в своей любимой, наверное, позиции в скрипе. Под раскидки Ворс Плеерс пытаются выходить, Пимп подгорает, нужно уходить. Ну, и проблемы могут быть сейчас у Пимпа, но тут контрфлэш была неплохая. Правда, Молотов тоже неплохой был от атаки. Вообще, вот эти вот два игрока лишних в центре, они очень быстро хелпуют и на А, и на Б. И, в принципе, есть смысл в том, что делает команда Sky, и то, что вот в 3, а то в 2 ствола постоянно контролирует мидл. Филин, отличный минус по Асилиону, 4 в 4. Хорошо подловил Вентиляну, параллельно с этим фикс отдался краш, однако откинутым на плент Молотовым сжег Пимпа. Ситуация вновь выравнивается, 3 в 3. Ворс Плеерс продолжает свое, возможно, победоносное шествие на точку Б. Вопрос в том, сыграет ли Модди. Там Пимпа так перевернула просто сумасшедшая моделька, второй Молотов на него потратили. Ну и уже 3 в 2 ситуации, ставится бомба, ну и 9 плюс хелпа. Позиция защиты, а девятки знают, туда сразу же отправили дым и, в принципе, отправили отдыхать команду Искани. Или пойдут, все-таки пойдут. Так, последний раунд, у них выбора-то уже нет, нужно убивать в любом случае Фриз. Ну, пока пользуется нерасторопностью Симпла, забирает его о Пленте. Инфа есть, но Филин включается в очередной раз, хоронит двух игроков датской команды. Рад и счастлив этот игрок. Он понимает, что у него наконец-то полетело, и он может раскрыть себя во всей красе. 10-5. Ну что же, друзья, все действительно очень круто. Ставки на лаунчи, возможно, у кого-то сейчас горят. Не забывайте проверять статистику. Что там, что там, давай посмотрим. А, 69 на 31. Здесь уже вот относительно равные позиции. Это не 92 на 8 в матче против ВП, worst players. Где 8 могло вообще проскочить очень легко. Это было бы жестко, кто-то бы просто озолотился. Вот тебе 8. Да. Процентов. Да, Magic's Boy, Фриз. Вообще разбита выглядит команда Искани. Немножечко жаль мне их, но что поделать. Нужно собираться и тащить здесь и сейчас при очень тяжелых обстоятельствах. У соперников уже 9, и соперник перешел в защиту. А, 10 уже. Это вообще жестко. 10-5, да. Очень комфортный счет. Ну то есть ты, по сути, берешь пистолетку, при том, что, как мы уже решили, с Юспами, со стрельбой, с Юспо, worst players, все хорошо. И все можно заканчивать просто одним взятым пистолетным раундом. Иск, конечно же, это понимают, будут действовать максимально осторожно. Ну и давайте смотреть, что же эти датчане на пистолетном раунде придумают. Так, три первых армора, двое диффузов у команды worst players, дым и флешка. Вот как раз те ребята, которые на диффузах с дымом и флешкой. Поджим мейна, но тут трое игроков атаки, и на самом деле вдвоем сюда выходить под флешку было бы очень жестко. И пока все замечательно для Иск, минус второй, нет. Там флешка очень плохая, влетел на Симпл, включается как нельзя, лучшие стройки. Эйс, нет, не эйс от Симпла, релот, все еще есть шансы. Выпад, это минус пять эйс в исполнении Костлева. Я уже думал, все, покажите повторчик, что там произошло с парнем из-за тройки, он снова сошел с ума и снова всех разорвал. Да, просто инопланетянин, ну в хорошем смысле, конечно. Сидели, думали, гадали, когда же это Симпл старый включится, когда же он наконец вернется, чтобы зажечь. Вот вам, пожалуйста, мираж стал началом, ну а кэш, наверное, станет окончанием его, так сказать, завоевания. Ну что же, 11-5, очередная пистолетка, очередные замечательные Успы, в данном случае от конкретно ваших Симпла, минус пять. Ну и посмотрите, что придумали на экономическом раунде с одним дюглом игроки команды СК. Один мейн, дюгл и четыре двери. Опа, чтобы поставить бомбу как-то. Вываливаются, да, через двери, но вот опять по 90 закупили как нельзя лучше. Вот я только подумал, как бы хорошо сейчас зашел по 90 в Апленте, и вот он действительно зашел, опять же, Симпл, квадрокилл. За два раунда второй половины леди и джентльмена 9 киллов сделал Симпл. И 10 было за всю первую. Ну, уже вышел на первое место по фрагам. Обогнал Филина. Ну, жесткие вещи какие-то происходят сейчас с СК Гейминг, их просто разрывают ворс-плеерс. Ну, и посмотрим. Вот он, тот самый первооружейный, но в третьем раунде все-таки рискует СК. Ну, а что делать? А знаешь, что самое интересное? Что СК Гейминг не ставили бомбу ни в первом, ни во втором. Им нужен был еще один Эко, они закупились. Сейчас, ну, по сути, используя свой последний шанс. Хотя, казалось бы, ну, могли бы и 13-й отдать. Ну, что это за бай с тремя галилами, с двумя тэками? Ну, сейчас и увидим. Два дверь, три мейн. Понеслась, пошел выход. Эта инфа по фиксу была, но, тем не менее, Арджи дает минус, и его сейчас заберут. Фикс, не, нормально все делает. Два минуса, он обеспечивает симпл, также включается в борьбу и дает два ластфрага. А, уже все, уже датчайни кончились. Ворс-плеерс уже заняться нечем, уже 13 раунд-то не выиграли. И, увы, шансов у СК Гейминг сейчас. Меньше и меньше. Ну что же, либо форс уже психануть до конца, либо все-таки сыграть экономически. И, да, форс. Вот в такие моменты нужно сохранять хладнокровие. А как ты его сохранишь? Моди психанул, но не то, что... Да, не только Моди. Нет, ну там что-то оставили парни, что-то будет в следующем раунде. Я думал, только он так плотно закупился. Ну и еще немножечко Маджикс Бой там с первым армором. Не знаю. 5 мидл. Куда? Куда? На коннектор идут. Кто на коннекторе? Смотрим. Ну, симпл здесь, конечно, откровенно не везет на два игрока, защищающие команды. А, нет, решили витейк под Б делать и вот здесь. Ну, под Б получилось, в принципе, но там фикс двоих положил, и Филин есть точки, видит одного, Филина тоже видит. Вот, но кого-то нужно цепануть, выбил бомбу, получил, дал инфу, что бомбу так быстро не поставит. И есть время подтянуться поближе Арчу и Фиксу. Вот теперь ее забирают и начинают устанавливать. Арч ошибается очень сильно, поворачивается спиной в неподходящий для этого момент. Фикс будет тащить клатч 1-2. Очень важно, позиции близкие, но палец, однако, забирает Моди. Нужно идти второго на второго, однако реагирует слишком поздно. А Мэджик сбой хороший. Фантастика. Фантастика, СК Гейминг. Все-таки что-то еще есть. Но на самом-то деле тут немножечко ошиблись. И мидл не смотрели, и Сашу посреди коннектора там застали врасплох. И потом не очень удачно с ХЛП игрок пострелял. Но, опять же, счет 13-6. И все пока что в нормальной под контролем ворс-плеер. Деньги есть на один раунд. Точнее, были плохие спорны. Но у Саши есть авик. И решили две UMP-шки. Кольт и Диггл этого будет достаточно. Ну и сейчас мстят СК за первую половину, в которой те так отчаянно занимали мидл. Здесь мы видим примерно то же самое. Правда, контрподсадки, скорее всего, не будет. Ну, сейчас посмотрим. Все-таки по подсадкам здесь, по-моему, поопытнее команда СК. Она и в защите их контрподсадки делала. И вообще этому элементу карта кэш очень много внимания уделяет. И я думаю, что за атаку у них там тоже все расписано очень неплохо. Но сейчас увидим. Просто авик этот, он может просто все очень быстренько... ...завершить, потому что мы видим, что дыма нет. А, пойдет Молотов. Дым уже есть. Дым прилетел. Молотов пошел на цемент. Правда, Мэджикс Бой под собой не посмотрел. И этим воспользовался Арч. Опять же, сделал он этот минус. Второй минус подобранного кольта. Ого. И он при этом все еще в живых. Симпл ему саппортит. Моди все же забирает Филин. Арч откидывает куда-то. А, ну, Смоук. Симпл промахивается. На помощь своему тиммейту был дан этот Смоук. Но, тем не менее, Арч мог дать минус. Просто не получилось. И Симпл не попал. Тоже довольно досадно. 3 в 2 ситуация. Однозначно хорошая для ворс-плеерс. Но такое может и СК очень удачно разыграть. А это важный экономический раунд. Далее эко у ворс-плеерс. Если сейчас возьмут СК. СК принимает верное решение. Выходит на Б. Б контролирует краш. Не знаю, заметили его в токсике или нет. Давайте смотреть. Очень грамотная позиция, как оказалось. Не заметили, по-моему. И сейчас даже, если СК поставят бомбу, ворс-плеерс будут выбивать в большинстве. Хотя, вот судя по пимпу, видимо, все-таки он знает. Может, он в целом ждет стяжки. Ведь, посмотри, сразу два игрока команды ворс-плеерс будут открываться с дуги. И один из них с АВП. Посмотрит ли вниз, кто это был. Краш. И хорошая флешка на мейн. Только фиг что-то может сделать. Вырубает одного. И один на один. Очередная ситуация. Но тут вообще что это было? Нож взял, что ли? Или пистолет какой-то в руки? Ну, видишь, опять. Не получается у него разыгрывать ситуацию один в один. Вот в прошлый раз он два в одного стал. Один минус сделал, а в хедзапе не может. Здесь примерно тот же момент. 13-7. И теперь уже у ворс-плеерс нет денег. Не все так просто. Мы видим, во второй половине складывается. Все же кэш. Сильно атакующая карта. Вот этот момент тут вообще ошибочка. Подобрал отобранный кольт. Вернул на базу в своей команде. Ну, а второй тоже как-то не очень удачно. Вообще я не понял, что он там делал. Ну, второй, может, ожидал, что Арч после первого килла будет менять позицию. И надеялся как раз-таки на новые позиции Арча словить. Арч, видишь, какой сидел на старой. Ну что же, минус филин, минус краш. Очень простой раунд, наверное, сейчас и очень быстрый будет в исполнении команды СК Гейминг. Вот-вот тут и Сашу Симпла на Б найдут. И бомба уже сюда пришла. Ну, и тиммейтов особо в помощь нет у Симплухи. Поэтому, в принципе, очень быстро зайдет сейчас восьмой команде СК Гейминг. Так, ну а дальше посмотрим, что там будет в руках ворс-плеерс. Либо еще один эко. Ну вот здесь нужно понимать. Наверное, два. Два им будет делать намного лучше. Все же нужно АВП с хорошими раскидками. Смысла здесь делать полубай я не вижу. Наверное, как и сами игроки. Все-таки они играют индивидуально агрессивно. Но вот в целом, как команда, да, действуют довольно сконцентрированно и четко. Стараясь играть наверняка. Ну, тем не менее, сейчас могут попасть в жесткую историю. Если у СК будут заходить вот эти вот оружейные раунды, если они постоянно будут сбивать экономику ворс-плеерс, то можно и камбэк дать, и еще и карту выиграть, опять же, датчанам. Поэтому тут также очень важно ворс-плеерс, как можно быстрее забрать 14-й раунд и 15-й. Но когда это случится, и вообще случится ли вообще, узнаем уже, наверное, в следующем. Ну, даже если посмотреть на третью карту, третьей карты будет The Cobblestone. Хорошая карта и у СК, и ворс-плеерс, как показала практика, ведь с ВП ворс-плеерс сражались. На этой карте действительно хорошо, хоть и проиграли ее, но и там шансы хорошие. Ну ладно, СК еще, конечно же, туда не вышли. Ворс-плеерс же делают бай. Да, денег у них больше, чем мы думали. Хватило и на 5 кольтового, на нормальные гранаты и на арморы. Тут, кстати, можно было и Крашу, и Арчу сыграть с первым армором, докупить тоже гранаты лишние. Ну, в принципе, и так тоже пойдет. Ну, 5 калашей СК, да, поэтому решили, как решили СК же. Вот опять по таймингу верное решение. Выходить будут на одиноко в Афилин, Афилин. Хорошая флэш с калпы, ну хоть кого-то, да, одного зацепил. Флэш дальше, выбивание из 9. Но вот здесь уже Асилион не слепой, и лучше сделать ноги, и все правильно делают игроки команды ворс-плеерс. Арчи еще зацепил пимпа. И 4 в 3. В большинстве ждут последнего. Ну, теперь уже могут оформить выбивание ворс-плеерс. Посмотрим. Фриз смотрит вентиль. Асилион в планете, и также третий игрок находится в планете, это Моди. Асилион? Нет, я думал, вот сжать в смоук пойдет, но, конечно, это было бы самоубийство. Мне тоже показалось. Ворс-плеерс, конечно же, будут просто... Вот сейчас 2-9, очень четко может зайти. Итак, минус от Краша, минус от Фикса. Важно найти Асилиона. Однако, какая флэшка, но только один минус, и это выбивание от ворс-плеерс. Бомба, конечно же, будет раздефьюжен и 14-й раунд. И вот опять ситуация какая? 4 в 3 была при выбивании, а вот одного потеряли, всех остальных забрали, бомбу раздефьюзили. Как нельзя лучше ВП разыграли этот раунд? Кстати, вот я не так давно вспомнил вот эту пистолетку от Virtus.pro. Очень прикольно они показали на кэше в атаке, где они в пистолетах смогли сделать ран-буст и подсадили Пашу бицепса в девятку, и он просто с девятки обошел спину, полбивал троих игроков в хилпе. Ну, он там одного убил, там кого-то покоцал, но в общем-то сама идея очень прикольная. Выходит на Б парни, если выходит на Б, там очень быстрый такой за счет подсадочки получается раунд. Ну и подсадка в девять вообще неожиданная позиция для игрока защиты, что у тебя террорист на пистолетке в девятке принимает. Конечно. Итак, бай по-прежнему от SK Gaming бай полноценный, но что это было? Вот это тавар на зигзаге сквозь смоук, симпл прострелом вешает хэдшот Мэджик с бою. Симпл, ты серьезно? Прикольная подсадка, кстати. Там, походу, был просвет у симпла на экране. Да. Просто шикарно. Просто шикарно. И вот как вовремя. 14.8. Шаг отделяет команду World Player от матча уже поинта, и вот он, наверное, на ровном абсолютно месте. Да, опять же, там тяжело все по экономике будет, то есть SK Gaming, если они этот раунд отдают, там Freeze, если потеряет УВП, вообще может все быть плохо. А на секунду, сколько там денег сейчас, не знаешь? Может, есть такая возможность, но ладно. Если поставят бомбу, что-то будет. Не поставят, наверное, будет меньше. Ну, мы видим Молотов пока на точку А, но этот Молотов ведется симпл, он стягивается номером 3, но понимаю, что это какой-то фейк. Перестреливает, а Силиана тут же перестраивается на ноль и дает второй минус, даже третий. Какая жесть, все понимал. Симпл вот плент, и даже краш дает минус, хотя оказалось, что Моди вроде бы должен был справиться. Краш еще убирает и фриса, минус АВП, минус все, никого не потеряли. 5200 у одного, 3, ну там что, конечно, надо брать. Да ты посмотри на SK, они все, они уже не разговаривают даже друг с другом, они понимают, что это ситуация близкая к ГГ, и сейчас им придется потихоньку собирать билеты, одежду и... Парни прилетели в 3 часа ночи, и вот сколько уже? Дай я на часы посмотрю. Могут уже в 3 ночи улетать. Ну уже 5, да, буквально там, грубо говоря, там 14 часов уже вылетели с чемпионата. Вот это да, вот это прилетели. Ну пока еще не вылетели. Последняя надежда SK, но фикс хорошо на приеме, падает бомба, минус 3, минус 4, и с Арчем все, до свидания, к сожалению, для команды SK Gaming. Каворст Плеерс проходят дальше, и это первая историческая победа вот этих парней на ЛАН-чемпионате. Колоссальную, колоссальную работу вот в течение буквально там нескольких карт проделали Ворст Плеерс. Ну мы видим, SK невероятно расстроен, и, конечно, никому не хочется так вот из далекой ноги лететь. Но придется подготавливаться, нужно лучше, Ворст Плеер же можно только поздравить. Это действительно хороший старт в рамках этого ЛАНа, дай бог, не последний. Фрису здоровья, конечно же, пожелаем вообще моментального выздоровления, чтобы все было хорошо, и мог он помогать своей команде вот всегда, и тренироваться вместе с ней, и я думаю, что SK еще также свое покажет, свою лучшую форму, но опять же, вы понимаете, играли без Фриса, вот он только приехал, он сам с операцией, и в 3 часа ночи прилетели, не все так просто. Ну ты знаешь, вот казалось бы, в рамках Savage Infinity показали же что-то, вышли в гранд-финал, выиграли HR 3-0, и вот опять старая песня старых добрых SK Gaming, которые вот так вот проигрывают. Ну, HR очень много работы сделали, я общался с ребятами, они сказали, что мы очень много полностью разобрали весь тот матч, и такого не повторится. И мы видели, что действительно 16-5, 16-5, этого не было. Ну что же, дадим поработать нашим замечательным аналитикам, друзья, через короткую рекламу вы увидите самые интересные раунды, самые лучшие моменты второй карты. Дальше у нас по расписанию два параллельных BO3 матча, то есть первый тур будут играть все команды, которые еще не играли, поэтому не забывайте, что Starluder 5 и Starluder 10 у нас работают. Заходите, подписывайтесь, кнопка follow ждет, пока вы нажмете. Ну, я же с вами прощаюсь, став, наверное, еще нет. Я еще буду на Starluder 10 вместе со Strike'ом. Да, не расходитесь, все самое интересное еще впереди. ЕГейминг Бэтс Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com Ты точно знаешь, кто победит. Надоело играть с обычными скинами, но нет денег на новые? Разбогатей быстро с CSGOFAST. CSGOFAST.com Это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры. Ежедневно более тысячи игр. Пяти тысяч игроков. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok